Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем знакомиться с заданиями второй части, а точнее задания с развернутыми ответом. И продолжаем разбирать задание номер 13. Задание номер 13 – это решение уравнений. Сегодня мы разбираем решение тригонометрических уравнений, либо уравнений, сводящихся к ним. Но перед этим давайте посмотрим, как применяются формулы приведения. Очень часто в тригонометрических уравнениях необходимо применить формулы приведения и нужно ли их учить. На самом деле нужно запомнить очень простое правило для применения формул приведения. Допустим, я запишу на доске. Рассмотрим следующие формулы. Косинус х плюс 3π на 2. Далее. Синус π на 2 минус х. Тангенс х плюс π на 2. Синус х минус π. Косинус π минус х. Что мы видим в этих формулах? У нас встречаются выражения, например, в первом – π на 2, умноженное на целое число. Во втором – π на 2, также умноженное на целое число. Это вот в этих формулах. И в формулах синус х минус π и косинус π минус х встречается π, умноженное на целое число. Причем, в первых – π на 2 умножается на нечетное число. Очень легко и быстро записать сразу ответ по этим формулам, никуда не заглядывая. Значит, косинус х плюс 3π на 2. Итак, мы получаем синус х. Синус π на 2 минус х – это косинус х. Тангенс х плюс π на 2 – это минус катангенс х. Синус х минус π – это минус синус х. Косинус π минус х – это минус косинус х. Итак, вы видели, что я очень быстро записала эти формулы. Но как же применяется это правило? Итак, рассмотрим еще несколько формул. Значит, синус х плюс π на 2, косинус 3π на 2 минус х, тангенс π на 2 минус х, косинус х минус π на 2. Первая часть правила. Если у нас π на 2 умножается на целое число, то в этом случае функция меняется на кофункцию, то есть на парную функцию. Синус меняется на косинус. Я пока знак равно не ставлю. То есть я здесь запишу – это косинус х. Здесь точно так же мы видим – меняется на синус х. Тангенс меняется на катангенс х. И косинус меняется на синус х. Смотрим. У нас эти значения находятся на вертикальной оси. Это значит, что на вопрос «меняется ли функция?» мы открываем голову и говорим «да, меняется». Это первая часть правила. Теперь вторая часть правила. Учитывая, что х у нас всегда будет считаться, х ли здесь будет 2, х ли еще что-то, считается аргументом первой четверти. Поэтому что мы смотрим? х плюс π на 2. Допустим, у нас вот здесь где-то есть х. Плюс π на 2 – это 90 градусов. Мы оказываемся плюс, значит, идем в положительном направлении против часовой стрелки во второй четверти. Синус второй четверти, можно вот здесь вот так писать, синус второй четверти положительный. Поэтому это будет равно косинус х. Следующее значение – 3π на 2 минус х. Значит, нам нужно от этой точки по часовой стрелке. То есть минус, потому что х мы оказываемся в третьей четверти. Третий четверть – косинус отрицательный. Значит, это будет равно минус синус х. Тангенс π на 2 минус х. Опять находим π на 2 минус х. Значит, двигаемся по часовой стрелке в отрицательном направлении по правилам. Получаем первую четверть. Тангенс положительный. И данная формула равна катангенсу х. Косинус х минус π на 2. х опять у нас первая четверть. Минус π на 2. Значит, мы двигаемся по часовой стрелке в отрицательном направлении. Оказываемся в четвертой четверти. То есть здесь у нас четвертая четверть. Соответственно, косинус положительный. И равно это синусу х. Вот такое правило. Это если у нас функция меняется. Рассмотрим еще несколько значений. Как это применяется для целых значений π. Итак, записываем. Синус х плюс π. Синус х плюс π. Так, равно косинус π минус х. Тангенс х плюс 3π. И косинус х минус π. Мы теперь знаем по первой части, что функция здесь меняться не будет. Итак, синус х плюс π. Получаем, что это четверть третья. Синус отрицательный. Поэтому это равно минус синус х. Соответственно, косинус π минус х. π минус х. Вторая четверть. Косинус отрицательный. Функция не меняется. Минус косинус х. Тангенс х плюс 3π. Вообще 3π – это период тангенса. Поэтому можно сразу написать тангенс х. Но если формула приведения, то аналогично. Здесь получается полный круг и еще полкруга. Оказываемся в третьей четверти. Соответственно, тангенс третьей четверти положительный. И функция не меняется. И последний. Косинус х минус π. Если мы, опять же, берем х в первой четверти. Минус π. Минус π. Мы оказываемся, то есть полкруга по часовой стрелке. То есть в третьей четверти отрицательной функции не меняется. Минус косинус х. Вот таким образом применяются формулы приведения. Очень простое правило. Ну а теперь рассмотрим. Переходим мы сейчас к решению уравнений. Итак, пожалуйста, следующий слайд. Решение тригонометрических уравнений. Конечно же, нужно знать понятие арксинуса числа, аркосинуса. То есть обратные тригонометрические функции. А также формулы решения тригонометрических уравнений. Значит, здесь на слайде представлены решения и в таблице с готовыми решениями. И также на числовой окружности. Особенно сейчас обратите внимание на ось тангенсов и ось котангенсов. Мы сегодня рассмотрим некоторые уравнения, которые будут сводиться к простейшим тригонометрическим уравнениям. То есть любое тригонометрическое уравнение сводится к решению простейшего тригонометрического уравнения. Итак, следующий слайд. Первое уравнение. Первое уравнение мы еще раз посмотрим. Значит, косинус 2х плюс 2 равно корень из 3 косинус 3пи на 2 минус х. Значит, это пункт а и пункт б. Значит, пункт б нужно найти корни этого уравнения на отрезке. Я сразу запишу от минус 3пи до минус 3пи на 2. Итак, как раз опять в этом уравнении применяется формула приведения. Косинус 2х можно применить формулу косинуса двойного аргумента. Так как я здесь вижу сразу, что косинус и стоит 3пи на 2, косинус будет меняться на синус. Поэтому я применяю формулу косинуса двух х. Единица минус 2 синус квадрате х плюс 2 равно. Разбираемся с формулой приведения. 3пи на 2 минус х у нас получается третья четверть. А значит, косинус отрицательный. И функция меняется. Минус корень из 3 ксинус х. Далее переносим в одну сторону. 2 синус квадрате х минус корень из 3 ксинус х минус 3 равно 0. Решая это уравнение через замену модуль т, у нас меньше или равен 1, или т принадлежит отрезку от минус 1 до 1, мы получаем 2t в квадрате минус корень из 3 ксинус х минус 3 равно 0. При решении мы получаем следующие корни. Итак, т первое минус корень из 3 на 2, т второе корень из 3. Корень из 3 не удовлетворяет условия. Можно написать и вот так. Отрезку от минус 1 до 1. Далее выполняем обратную замену. Синус х равен минус корень из 3 на 2. Как записать решение этого уравнения? Конечно же, можно и общей формулой, которая до нам была в таблице. Это минус 1 в степени n арксинус числа а, в данном случае минус корень из 3 на 2, плюс pn. Но для отбора корней, так как у нас будет пункт b, все-таки лучше записывать в виде двух серий решений. Итак, мы получаем минус π на 3, плюс 2πn. n – целое число. И второе множество, или вторая серия, минус 2π на 3, плюс 2πn. Возьмем другую здесь пункту. Итак, это у нас ответ по пункту а. Теперь пункт b. Значит, опять пишем. Отберем корни из отрезка, в данном случае отрезок от минус 3π до минус 3π на 2 с помощью числовой окружности. Числовой окружности. Изображаем числовую окружность. Как мы видели, это достаточно быстрый способ отбора корней. Но опять же, нужно эту окружность хорошо понимать. Итак, отмечаем. Сначала указанный отрезок. Минус 3π. Так. И минус 3π на 2. Отмечаем числа. И дальше. Либо вы штрихуете, как-то выделяете. Ну, вот один из способов. Вот такой. Смотрим, что у нас минус π на 3, конечно же, не входит в указанный отрезок. Но существует такое значение х, которое принадлежит этому отрезку. Мы это видим. Отмечаем пока точку. Можно соединить и посмотреть, что действительно вот он, один корень будет обязательно. Так, ну и осталось найти эти значения. Для удобства я подпишу здесь минус 2π. Так. И начнем находить эти значения. Ориентируемся. Минус 3π. Минус 3π. И если от этой точки мы идем к нужной нам точке против часовой стрелки, это значит, что мы прибавляем π на 3. То есть вот этот угол, аргумент. И получаем минус 8π на 3. Подписываем. Обязательно нужно подписать. Так, иначе отбор не будет засчитан. Так. И следующее значение. Ориентируемся на минус 2π. Минус 2π. Здесь идем по часовой стрелке. Значит, минус 2π минус π на 3. Это минус 7π на 3. И подписываем. Минус 7π на 3. Ответ, пожалуйста, запишите самостоятельно. Пункт А. Минус 2π на 3 плюс 2π. М целое число. Минус 2π на 3 плюс 2π. М целое число. И по пункту В нужно записать. Минус 8π на 3 и минус 7π на 3. Так. Теперь номер 2. Номер 2 я оставлю вам для самостоятельного решения. Но покажу сейчас на доске решение похожего задания. Для того, чтобы вы вторую прорешали дом. Посмотрим на уравнение. И вот очень часто путают вот эту формулу. Синус х плюс π на 6 с формулой приведения. Это не формула приведения. Такое уравнение давалось на ЕГЭ в 2018 году. И первый раз на ЕГЭ применялась именно формула сложения. Но, как я вам показывала, в КИМах есть эти формулы. Синус альфа плюс бета и косинус альфа плюс бета. Поэтому можно их использовать. Но, конечно же, лучше знать. Итак, раскрываем эту формулу. Это синус х косинус π на 6. Плюс косинус х синус π на 6. Все остальное пока переписываем. Пока мы не знаем, что у нас будет дальше. Подставляем значение. Получаем корень из 3 на 2 синус х плюс 1 вторая косинус х минус 2 корня из 3 косинус х равно косинус х минус 2 корня из 3. Раскрываем. Раскрываем. Получаем корень из 3 синус х плюс косинус х. И вот теперь уже я вижу, что косинус у нас здесь взаимно уничтожится. Останется синус х первой степени. Поэтому применяем основное тригонометрическое тождество. косинус квадрате х единица минус синус квадрате х. Можно перенести, приравнять к нулю. После раскрытия скобок у нас получится корень из 3 синус х плюс 2 корня из 3 синус квадрате х. И это равно нулю. Минус 2 корня из 3 и плюс 2 корня из 3 в сумме дают 0. Аналогично косинус х минус косинус х равно нулю. На корень из 3, если мы разделим и вынесем общий множитель. Синус х единица плюс 2 синус х. И это равно нулю. Далее решаем. Синус х равен нулю. Либо синус х равен минус 1 второй. Отсюда х равен пи к. К принадлежит z. И здесь у нас два множества. Минус пи на 6 плюс 2 пи n. n принадлежит z. И второе множество. Минус 5 пи на 6 плюс 2 пи m. m принадлежит z. Итак, далее пункт b. Пункт b. Отрезок у нас уже выписан. От минус 5 пи на 2 до минус пи. Также отбираем с помощью числовой окружности. Отмечаем минус 5 пи на 2. Значит, это у нас вот здесь значение. И минус пи там же, где и пи. Наш промежуток. Итак, числа вида пика входят у нас в минус пи. И входит значение минус 2 пи. Подписываем, отмечаем точкой. Теперь минус пи на 6. Это серия корней. Точку опять же отмечаю. Минус пи на 6. Мы видим, что это значение принадлежит указанному отрезку. А вот минус 5 пи на 6 я отмечаю, но не подписываю. Не входит. Таким образом, нам осталось найти всего лишь одно значение. Это соответствующие указанные выделенные точки на указанном отрезке. И опять ориентируемся на минус 2 пи. Минус 2 пи. Опять к этой точке мы идем по часовой стрелке. Значит, минус пи на 6. Считаем. Получается минус 13 пи на 6. Отмечаем. И ответ у нас по пункту А уже есть. По пункту Б ответ в пункте Б. Я запишу ответ только по пункту Б. Пункт А, надеюсь, сами запишите. А вот в пункте Б в порядке желательно возрастание. Минус 13 пи на 6. Минус 2 пи. И минус пи. Следующее уравнение, третье и четвертое, это комбинированное уравнение. То есть их решение сводится к решению тригонометрического уравнения. Третье, это показательно-тригонометрическое. И четвертое комбинированное, это логарифмическое. И в то же время также сводится к решению тригонометрического уравнения с помощью замены. Мы их разберем чуть позже. Следующий слайд. Очень часто на ЕГЭ могут предлагаться уравнения, которые нужно отбирать с помощью неравенства. Это, например, номер 6. Но опять я показываю вам другой пример. А уже дома можете по аналогии также попробовать решить этот пример. Пятый номер достаточно стандартный, я несколько слов скажу, но там интересное решение в каком плане. Что можно ответ дать либо в виде четырех множеств корней, либо очень компактно в виде двух. Нужно ли обязательно переходить от четырех множеств к двум множествам? Не обязательно. Но иногда просто бывает удобно потом делать отбор. Итак, номер 6, который у нас записан на доске. Каким образом решается этот номер? Запишем сначала область допустимых значений. Мы хорошо видим, что у нас под корнем стоит косинус. Значит, косинус х сначала запишу больше или равен нулю. Но что мы видим? Присутствует тангенс. Это значит, косинус х не равен нулю. Отсюда следует, что косинус х должен быть строго больше нуля. Можно далее перейти к равносильной системе. А можно только решить само уравнение. Но я перейду к равносильной системе. Значит, у нас получается, что тангенс в квадрате х минус 3 равно нулю. Либо косинус х равен нулю. При этом косинус х, как мы выяснили, должен быть больше нуля. Далее мы получаем, что тангенс в квадрате х равен 3. Это значит, тангенс х равен либо корень из 3, либо минус корень из 3. Косинус х больше нуля. Итак, продолжаем решать систему. У нас получается, что тангенс х равен корень из 3. Это значит, х равен π на 3 плюс πn. И х равен минус π на 3 плюс πn. n целое число. Возьмем здесь одну букву. Косинус х больше нуля. Ни в коем случае не надо решать неравенство. Мы просто сейчас отберем корни с учетом этого условия. Итак, изобразим окружность. И линию тангенсов. Корень из 3. И, соответственно, попадаем в точку π на 3. Арктангенс корня из 3 – π на 3. Арктангенс минус корня из 3 – это минус π на 3. Но у нас стоит плюс πn – периодный, меньше положительный период тангенса π. И поэтому продолжаем. И, соответственно, здесь продолжаем. И вот что мы получаем? Мы получаем множество, если записать π на 3 плюс 2πn, минус π на 3 плюс 2πn. Далее здесь, например, можно написать 2π на 3 плюс 2πn. И минус 2π на 3 плюс 2πn. Но косинус положительный у нас в первой и в четвертой четверти. Соответственно, множество решений 2π на 3 плюс 2πn и минус 2π на 3, 2πn не удовлетворяет, не удовлетворяет, можно так сказать, условия. И можно записать, х равен, можно объединить, плюс-минус π на 3 плюс 2πn. Итак, это две серии корней, просто мы объединили. При этих значениях косинус положительный. И остается нам сделать отбор корней. Также изображаем числовую окружность. Отмечаем указанный промежуток от минус 5π на 2 до минус π. Отмечаем полученные значения. Итак, у нас минус π на 3. Отмечаем точку значения, пока мы подписать не можем. Так, видим, что она входит в указанный отрезок. Какая-то точка соответствующая. И π на 3. Теперь остается посчитать. Итак, здесь вспомогательный возьмем минус 2π, потому что будем... Итак, если мы будем записывать значения самой первой точки, то есть в порядке возрастания, значит, отталкиваемся от минус 2π, минус 2π. Так как по часовой стрелке, значит, получаем минус π на 3. Равно минус 7π на 3. Подписываем. Аналогично минус 2π, минус 2π плюс π на 3. Получаем минус 5π на 3. Минус 5π на 3. Итак, по пункту B мы получаем два значения. Это минус 7π на 3 и минус 5π на 3. Итак, посмотрим на следующее задание 7 и 8. Это также тригонометрические уравнения, в которых будет учитываться ОДЗ. В седьмом задании нужно будет написать равно 0, небольшая опечатка. Но решается, опять же, числитель равен 0, знаменатель 0 не равен. Тангенс х не равен 0. В восьмом задании, задание опять неравенства, то есть числитель равен 0, и знаменатель у нас не равен 0, но есть подкоренное выражение, то есть синус х больше 0. Опять, решать не нужно на экзамене, это лишнее. Дело в том, что хорошо, если вы решите правильно, но это совершенно ни к чему. Если будет ошибка при решении неравенства, то, к сожалению, за это задание вы получите только 0 баллов. Итак, мы с вами заканчиваем наше занятие. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова